Привет, книжная семья, меня зовут Алина, и я приглашаю вас в этот уютный влог. Хочу с вами провести два дня из моей жизни, сейчас вы видите моё утро, мою рутину, ну а далее, конечно, мы с вами будем вместе читать книгу Анны Джейн, я буду делиться своими впечатлениями. Ну а пока у нас утро, я ещё не представляю здесь, что меня ждёт, Женя делает кофе, именно так у нас всегда начинается утро, кстати, сейчас мы перешли на кофе без кофеина. Сейчас я пью таблетки, так как лечусь от мигрени, делилась в своём телеграм-канале, а без кофе я вообще жить не могу, с таблеткой мне его сейчас мешать особо нельзя, поэтому вот такая вот альтернатива, отличный вариант для меня. На завтрак у нас была вкусная выпечка, решили себя побаловать, так как обычно мы кушаем кашу, но сегодня кушали вкусные булочки, я настраивалась на чтение. В кадр даже попало смешное появление Сёмы, он тоже завтракает вместе с нами, ну а далее я собралась и уже подключилась к вам. А пока я монтировала для вас это видео, меня пригласили на книжный фестиваль с 13 по 15 сентября в Ижевске. Будем разговаривать о книгах и здорово проводить время. Приходите, буду очень рада вас видеть. Все подробности в моём телеграме. Ну что, как вы поняли, сегодня мы вместе с вами будем читать книгу Анны Джейн «Запрети любить». И сейчас я вам скажу, что у меня есть определённые волнения насчёт этой книги. Да, это мой любимый автор, но большинство книг Анны Джейн, которые вот вы видите сзади меня, там целая полка, я считаю, все книги оттуда прочитаны, я читала в подростковом возрасте. И это, в принципе, понятно, я тогда только начинала свой читательский путь, и как будто у меня ещё не было своего сформировавшегося мнения. И почему у меня какой-то присутствует страх, а страх присутствует из-за аннотации, потому что я её прочитала и, честно скажу, моментами испытываю кринж. И я просто надеюсь, что это всё-таки просто аннотация, и на самом деле книга будет более глубокая, более интересная, потому что я в подростковое время, опять же-таки, прочитала кучу книг с сюжетом «Ненависть и любовь». И сейчас я такие книги не переношу. Редко я встречаю какие-то произведения, где есть линия «Любовь и ненависть», и она мне нравится, она меня цепляет. А здесь это прям вот это вот всё построено здесь на этом, плюс здесь у нас «Водный брат и сестра». Я вот там сейчас зачитаю кусочки аннотации, которые как-то вот меня смутили, и вот именно из-за этого у меня есть какой-то страх к этой книге. Моя мать вышла замуж за богатого человека, и теперь у меня есть «Водный брат». Конечно же, он красивый, дерзкий, сексуальный, он ненавидит меня за то, что моя мать разрушила его семью. Но это же она во всём виновата, конечно, не мать, и делает всё, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Я поклялась, что он никогда не узнает, что я схожу по нему с ума и ревную ко всем девушкам, с которыми он проводит время. Ну, как вы понимаете, да, какая здесь аннотация, и на обложке у нас написано «Он её ненавидит, но, конечно же, он сделает её только своей». Правда, вот это у меня вызывает страх. Страх, что книга моего любимого автора мне не понравится. Я... вот я ещё не прочитала, я ещё даже не открыла страницы, но вот этот вот страх... Я долго оттягивала момент прочтения этой книги как раз-таки по этому поводу, и собралась вот силами, чтобы с вами провести день и как раз прочитать книгу. Вот я даже ради интереса потом взяла другие книги, например, «Восхитительную ведьму», почитала здесь аннотацию. Здесь аннотация такая классная, она здесь вот лица Тани ведьмины, которая говорит, что она завоюет Олега любыми способами. «Берегись, милый, я лечу к тебе на своей метле с любовью Тани ведьмина». Ну, боже, это настолько прекрасно, вот за это я люблю «Восхитительную ведьму» и другие книги тоже Анны Джейн. А здесь как будто этого я не чувствую пока что. Но давайте начинать читать, и в этом влоге будут все мои эмоции. И опять же-таки я надеюсь, что мои какие-то опасения не оправдаются насчёт этой книги. На самом деле это такая боль, вот это вот осознание того, что, возможно, тебе не так сильно понравятся книги твоих любимых авторов, которые ты так сильно любил в подростковом возрасте, как будто ты понимаешь, что ты начинаешь их перерастать. Это на самом деле такое жуткое и немножко страшное чувство. Если вам тоже оно знакомо, напишите, пожалуйста, было ли у вас такое. Потому что я сейчас нахожусь как раз-таки на том этапе, когда понимаю, что правда, как будто некоторые книги, которыми нравились в подростковом возрасте, лет 16, 17, даже 18, сейчас они мне зайдут и мне понравятся. И поэтому у меня есть прям опасения, что какие-то любимые авторы для меня станут уже обычными, что я не буду получать такие эмоции сейчас от их книг. Так что в этом влоге мы всё посмотрим. Такой, знаете, прям эксперимент. Книга ещё даже в плёночке. Я даже не знаю, сколько здесь страниц. Ну, конечно, красиво всё выглядит. Мне очень нравится эта обложка с шипами. Ещё вариант с парнем на обложке, но мне он не нравится, поэтому, конечно, у меня обложка с шипами. Сколько у нас здесь страничек? Ну, слушайте, книга не такая большая. Ой, я не могу. Всегда очень больно. Я, кто не знал, общалась с Аней. Мы с ней не то чтобы дружили, но были в хороших отношениях. Аня, Анна Джейн, автор, мне часто отправляла какие-то подарочки, посылочки, потому что я поддерживала её творчество. Хотя я тогда была совсем тоже маленьким автором, маленьким блогером, но всё равно она меня как-то поддерживала, отправляла мне посылочки всякие. И Аню я безумно люблю, поэтому очень больно видеть вот такие вот вещи сзади, когда это уже какое-то не послесловие от автора, а послесловие от редакции и просто какие-то факты от Анны Джейн. Это всегда больно. Больно видеть прям до слёз. Ух, у меня аж мурашки по коже пошли. Больно это всё, очень больно сознавать. Я никогда, мне кажется, не свыкнусь с этой мыслью, что они больше нет. Как будто она всё ещё есть, как будто вот её книжки выходят, и как будто она всё ещё с нами. В этой книге всего 444 страницы. В принципе, это не так много. Здесь не сказала бы, что крупный шрифт, но он такой нормальненький, знаете, здесь средний. Так что посмотрим, как пойдёт. И, кстати говоря, это первая книга. Анна Джейн 18+. Здесь у нас есть страсть, драма. Интересно, потому что Анна Джейн, я 18+, ещё ничего не читала. Берём стикеры, они у меня как раз здесь рядом лежат. Давайте выберем какие-нибудь стикеры. Наверное, какую-то я новую пачку возьму. У меня вроде бы они оставались. Возьму новую пачку, чтобы не думать, не гадать. Возьму её и возьму книгу. И можно уже приступать к чтению. Признавайтесь, кто скучал по влогу, по такому формату, где мы с Сёмочкой читаем вместе. Кайфуем вместе с Сёмой. Я, честно, безумно скучилась по такому формату. И рада, что сейчас вот так вот мы с вами будем, как раньше, в расслабленном темпе читать. Такие, знаете, как у меня раньше на канале были читательские дневники. Ой, ну это ностальгия. Напишите, кто со мной ещё с тех времён. Ну это что-то, всё. Какая-то начало книги. Я в шоке. Я в шоке. Я вообще в шоке. Ну тут жесть какая-то происходит. Прям жесть? Да. Тут герой хочет, как я поняла, главную героиню застрелить. Охренеть, а вот это да. Не смешно. О, она ещё на высокой крыше стоит. Это начало? Вам интересно будет, как эта история? Это пролог. А может, не главный герой? Не знаю, но точно это главный герой, потому что тут имя названо. А главный герой нет или нет, я не понимаю пока. Я такого начала не ожидала. Я тут думаю, тут будет романс и такое. Там я его люблю. А здесь вообще... Ты мне так и описала. Это какой-то шок. Неожиданно. Хе-хе. Я не знаю, что сказать. Кроме того, что я говорила Жене, что нахожусь в полнейшем шоке. У меня больше слов никаких не находится, чтобы описать вообще, что я сейчас испытывала. Я такого совершенно не ожидала. Ну, потому что я читала много книг Анны Джейна. И там всегда примерно там всё начинается так миленько, хорошо, спокойно. Кроме, наверное, поклонника, исключения. А здесь такое. И это необычно. Это капец как необычно. Честно, я сейчас как будто вообще не Анну Джейн. Читаю какого-то другого автора. Что будет дальше? Что это вообще значит? Что? Я ничего не поняла. Ну что, покатаемся на стуле, потому что я не могу как-то сидеть смирно, говоря об этой книге. Фух. У меня мурашки по коже. И я прочитала 34 страницы. Я однозначно могу сказать, что пока что это точно не то, что я ожидала. Потому что книга поднимает действительно важные и серьёзные страшные темы. Всё начинается вообще с этой вот странной сцены, с пролога, о которой я вот Жене рассказывала. Как раз-то всё попало на камеру. Вообще, такого совершенно не ожидала начала. А потом всё начинается с того, что мы узнаём про детство нашей главной героини, которая была сложной. У неё был отец-тиран, который был пьяницей. Он избивал её мать. И вообще она прожила в огромнейшем стрессе. Такая нагнетающая мрачная обстановка. И мы понимаем, что уже всё начинается нерадужно. Что книга будет не просто каким-то там любовным романчиком. А тут действительно сразу нам в лоб вот так вот с первых страниц дают такие вот важные и серьёзные темы. И тут много всего происходит в начале. Чтобы вы понимали, даже здесь поднимается тема экскорта. Да, даже такое здесь есть. И для меня это было тоже неожиданно. В общем, эта книга сплошное моё удивление. С каждой страницы я удивляюсь и нахожу, что такое, что я раньше в книгах Анны Джей не встречала. Это, конечно, меня радует в плане того, что это совершенно не то, что я ждала в начале. И сейчас я понимаю, что книга более глубокая, что поднимаются такие темы. Ну, опять же таки, я вот дохожу до сцены с Игнатом, нашим главным героем. Понимаю, что всё-таки начинаются вот эти вот проглядываются какие-то шаблонные моменты. А-ля он её защитил там от кого-то. Там именно в этот момент, в эту самую секунду, когда там её хотели ударить, он вбежал и защитил её. И вот именно этот он, её спаситель, и в будущем окажется её сводным братом. Это всё понятно с аннотацией. Уже немного шаблоненько. Это уже много раз мы встречали, видели много раз. Если бы я такое читала впервые, как роман, то я была бы в шоке. Думаю, вау, какой он герой, какой он вообще там защитник и так далее. Сейчас просто это уже кажется шаблоненьким, кажется немного устаревшим как будто. Пока такие, как вы понимаете, смешанные эмоции. С одной стороны, что поднимаются серьёзные темы. С другой стороны, что всё-таки встречаются шаблоны для романной моменты. Вот такие вот сюрпризы, оказывается, скрывает эта книга. Будем читать дальше, смотреть, что будет происходить. Потому что это самое-самое начало. Но книга идёт динамично, читается на одном дыхании. Я вообще не заметила, как прилетели вот эти страницы. Ещё совсем недавно тут я услышала одну интересную историю про книжный магазин. И хочу поделиться с вами. Один небольшой книжный магазин столкнулся с проблемой. Конкуренция росла, а поток клиентов начал падать. Но благодаря профессиональному дизайну презентации, они не только нашли выход, но и сумели развить бизнес. Презентация, созданная для поиска инвесторов и маркетинговых партнёров, была настолько привлекательной, что помогла заключить несколько крупных сделок. И привлечь новых поставщиков. А теперь представим себя на их месте. Все хотят заниматься творчеством, много путешествовать и получать от 80 тысяч рублей на фрилансе. Правда? У меня для вас есть идеальное предложение. Профессия дизайнер презентации от Академии Бонни и Слайд. Уже с третьего месяца обучения вы будете получать реальные заказы и нарабатывать портфолио из 12 реальных кейсов. Приведу в пример Екатерину Тарасову. Она делает презентации для таких крупных компаний, как Лореаль и Яндекс. Живет на Бали и получает приличные деньги за свое творчество. После окончания курса вы сразу попадаете на биржу фрилансеров Академии, куда ежедневно поступают десятки заказов от таких гигантов, как Сбер, Яндекс и другие крупные компании. Один слайд презентации стоит около полутора тысяч рублей, а опытные специалисты зарабатывают от 200 тысяч рублей, делая всего 3-5 проектов в месяц. Если вы не хотите на фриланс, это не проблема. Многие выпускники находят работу в штате, предложений более чем достаточно. Вы сможете выбрать именно то, что подходит вам. Презентации сейчас и правда нужны всем. Стартапы, крупные корпорации, новые продукты. Все требуют качественного визуального оформления. Ниша огромная, а специалистов пока не хватает. Заходить в эту профессию можно без технических знаний и сразу начинать работать в свободном графике. Звучит заманчиво, правда? Если это откликнулось вам, то переходите по ссылке к курсу и реализуйте свои мечты. По промоготу Bookstar ты получишь скидку 50%. Так что стоимость обучения в месяц с учетом рассрочки на год составит 6 375 рублей. А бонусом Бонни и Слайд дарят бесплатный модуль обучения по нейросетям, который поможет создавать крутые презентации. Пойдешь кушать? Идем кушать. Мне тут Женя позвал. Вау, какая красота! Та-дам! Спасибо тебе! Я вообще тут такое читаю. Ты в шоке. Рассказывай. Сейчас расскажу. Будем кушать, расскажу. А зрителям расскажу, как-то уже покушаем. Вот так у нас, ребята, происходит. Я читаю, рассказываю Жене, потом рассказываю вам свои впечатления. Поэтому я тоже читала Муджейна. Да, все книги, все сюжеты знает. У нас здесь квас, да? Летом квас — это вообще что-то потрясающее. Алина открыла для себя новый, так сказать, вкус. Тогда я это уже не так сильно люблю. Я вообще не любила квас. Я только благодаря Жене полюбила квас. Жаркий или теплый денечек этого прекрасного лета выпить. Прохладный квас — это так круто, это неописуемо. Так, давай. Ну, ребята, тоже приятного аппетита. Приятного аппетита, если тоже кушаете сейчас. Не знаю, у меня уже какое-то осеннее настроение. Хочется закутываться в пледике, пить кофеёк. Но я должна сейчас собраться с мыслями, потому что я хочу искать книги, да, свои впечатления. Потому что я прочитала больше ста страниц после того, как мы пообедали. И впечатления у меня, опять же-таки, остаются двоякими. Во-первых, меня раздражает, что любённая линия в этой книге просто взялась из ниоткуда. Она просто взялась действительно из ниоткуда. Просто герои увидели друг друга, влюбились с первого взгляда. Буквально там уже поцеловались. У них там чуть ли не всё пошло дальше при первой уже встрече в библиотеке. Я в это совершенно не поверила. И как-то я разочаровалась. Я очень сильно разочаровалась. И мне больно это говорить, не больно говорить, потому что это мой любимый автор. Но слушайте дальше. Следующее, что мне не особо сильно нравится, это супершаблонные моменты. Как момент я вам рассказывала, где главный герой её спас. И последующие какие-то шаблонные моменты, касаемые второстепенных персонажей. Касаемых того, что а-ля какие-то девушки крутые этого Игната подходят главной героине, начинают ей угрожать. Боже, настолько раз я уже такое видела. Сколько же раз я уже такое видела. И в-третьих, наконец-то положительный момент, который вызывает мне такие противоречивые эмоции, это то, что я вижу действительно глубокие темы, которые поднимаются в этой книге. Это тема, когда отец уходит из семьи. Если искренне говорить между нами, я вот хочу поделиться с вами, что, к сожалению, я сама с этим знакома, когда отец уходит из семьи. И поэтому какие-то поступки Игната, который оказался в этой ситуации, я его понимаю, понимая его бешенство. Но я не понимаю того, что он это бешенство отражает на вот этой бедной девушке, на его сводной сестре. Ладно, ты ненавидь вот эту вот мать, но зачем ты её дочь вот так вот оскорбляешь, к ней так относишься? Не знаю. Эти моменты мне читать больно, потому что я сама в подростковое время, я, конечно, была намного младше Игната. Мне тогда было лет 13-12, когда с этим столкнулась. Это был переходный подростковый момент, и мне было очень тяжело. Поэтому, когда я сейчас такое читаю в книге, это меня трогает. Меня это действительно трогает, это меня пробирает до глубины души, до мурашек, когда я все эти описания читаю. Читаю то, что испытывает Игната в этой ситуации. На самом деле, он взял себя как балбес, правда, так нельзя себя вести. Но какие-то его мысли и поступки, и злость я прекрасно понимаю, потому что я сама это испытывала на себе. И это, конечно, прям вот... Мне настолько до мурашек это всё прорбало... Всё прорбало... Господи, всё, ребят. Насколько до мурашек мне это всё пробрало, что я сейчас просто укуталась в плед, и мне хочется завернуться, как-то обняться с ним и из него не вылазить. Вот правда, это сильно зацепило. Плюс поднимается тема само... Не будем произносить такие слова здесь. Когда ты понимаешь, что в книге такие серьёзные темы заложены, но при этом это всё вместе находится с каким-то клише, сленгом подростковым, а-ля там кринж, там ещё какие-то слова были такие подросткового именно сленга. Я в жизни, знаете, этим напиталась, и в книге этого как-то не хочется видеть. Вроде бы читаешь, понимаешь, что книга на новый лад, подростковая, да? Я люблю более красивые описания, какие-то такие поэтичные. Поэтому я сейчас в последнее время поцелила на классику. Я вот читала книгу Эмма. Вот у меня лежит. Я её сейчас, кстати, и продолжаю читать. Просто пока я её отложила на момент того, что вот читаю запрети любить. Потом я к ней, конечно, вернусь, но вот тут я наслаждаюсь всеми этими описаниями. Мне этого не хватает. А здесь, ну, мне это не нравится. Я думаю, вы понимаете, да, что я сейчас испытываю, что мой любимый автор, и у меня такие противоречивые эмоции. Я вижу какие-то супер шаблонные моменты, и мне становится грустно. Мне становится грустно и от событий, которые там вот описываются, и от каких-то супер-супер шаблонных моментов, которые вызывают у меня кринж. Вот если прям тогда, как в этой книге всё описывается, кринж и так далее, вот у меня происходит кринж в эти моменты. Ну почему, ну почему? Вроде всё так серьёзно поднимается, а потом происходит настолько банальнейший момент в сюжете, симпатия, которые я читала уже раз в 50 в разных романах. И если, когда ты читаешь первый раз роман, и ты видишь такое, это действительно вызывает у тебя какие-то эмоции, то когда читаешь это уже в 50-й раз, ну это уже неинтересно, это уже начинает раздражать. Правда, правда, так оно и есть. Любовь возникла неоткуда, и вот эта вот сразу страсть, а-ля любовь с первого взгляда. Опять же таки, я в это не верю. Я не верю в это. Да, может быть какая-то симпатия с первого взгляда, ну что-то настолько любовь, какая-то страсть, не знаю, между вами, что вы там готовы на себя одежду разорвать. Ну я в это не верю. Конечно, здесь у нас главный герой, такой ведь красавчик Игнат, он там супер-пупер крутой, богатый, но вообще у него там широкоплечие, глаза у него янтарные, весь он такой шикарный. А Ярослава, наша главная героиня, Яра, её зовут, она вся такая скромница, любит читать, она палантинка с голубыми глазами, чем-то линия, кстати, мне напоминает линию в книге «Твоё сердце будет разбито». Чем-то вот какие-то и проблематики схожие, и герои чем-то схожи, в общем, ловлю какие-то отсылки, хоть там тоже были какие-то шаблонные моменты, но как-то там это было более уместно, что ли, там любовная линия была более интересная, а здесь, ну вот эта вот линия, которая ниоткуда взялась, как будто после этого ты не так сильно привязываешься к персонажам, и ты не так сильно их как-то любишь. Я и разочарована, и мне больно моментами, и вроде моментами думаю, вау-вау-вау, я вижу в этой книге себя, я чувствую, что я такое же проходила, да-да-да, я тебя понимаю, персонаж. А в другой момент я такая, боже, ну почему, почему здесь вот так? Я не знаю, я не знаю, мне надо выпить кофе, чтобы успокоиться и прийти в себя, поэтому пойдёмте делать кофе. Я сейчас в нём нуждаюсь как никогда. Как у нас проходят вечерние чтения всегда, у меня здесь книга, под боком Сёма лежит, у меня здесь лампа надо мной светит, и вот так вот уютненько читаем, не обращая внимания, у нас подушка лежит, там книжка лежит, которую я показывала, у меня стул лежит, сюда ноги кладу при чтении, в общем, такая домашняя обстановка, и такая вот красота, свечи, кстати, тоже можно зажечь, хотя я вот эту свечку только недавно затушила, и от неё до сих пор такой запах на всю квартиру. Да, Сёмка? Ой, тебе книжка мешается? Ложись. У него лапки засолены, потому что он любит себе их облизывать, это его любимое занятие. Да, Сёма? Вот так вот спалили все твои секреты. Ну и всё, и вот так вот теперь и живём, вот так вот и читаем. Несправедливость. Словно болезнь, она поражает общество, разъедает людей, точно ржавчина, металл, плавит души в адском огне, уходит тех, кто должен прожить долгую счастливую жизнь, невинные, достойные, светлые, а подонки вроде монстра остаются. У нас какой-то сегодня получается максимальный домашний влог, домашний день, и я вообще сегодня хотела, может быть, куда-то съездить, погулять, в парк сходить. В итоге как-то я так засиделась дома, увлеклась книгой, знаете, в пижаме, с пучком на голове. Так уютно было, что вообще не хотелось никуда выходить, поэтому в итоге как бы везде мы с вами просидели дома, но я распустила пучок спустя не знаю сколько времени, нифига себе, конечно. Королевский объем теперь на волосах, ну как бы да, здравствуйте, такая лакшери укладка. Ну что я хотела сказать, как раз я думаю, что я хочу оставить последние страницы на завтра, мне стало чуть больше 100 страниц, и я не хочу их сейчас дочитывать, хочу как-то вот оттянуть этот момент, тем более мне кажется, сейчас будет начинаться самая жесть, и я сейчас просто не смогу уже это все переварить, уже поздно, я и так везде с этой книгой сижу, и знаете, как будто чем дальше я читаю, тем я как-то привыкаю к героям, и как-то начинаю больше им проникаться, но все равно, хоть здесь у меня и появляются уже какие-то чувства, касаемых даже любовной линии, все равно не до конца я это прям прочувствую максимально сильно, как бывает с романами, из-за того, что я, опять же таки, не верю в то, как эта любовная линия зародилась, я не могу отгородиться от тех мыслей, что вот так вот она началась, и я не верю в происходящее, бывает у меня такое прям чувство нахлынувает, что ой, как прикольно, там, не знаю, какие-то какой-то трепет по телу, а потом вспоминаю, как это все началось, и у меня он быстро уходит, этот весь трепет по телу, хотя я до сих пор поражаюсь, сколько же тем Анна Жейн в этой книге подняла, чувствуется, что автор максимально прям сюда засунула все-все-все, касаемо там потери близких людей, касаемых там тирании, даже вот Экскорд здесь, ну, упоминается, то есть, такие вот темы разные, и само только-столько тем поднято, и эти темы действительно должны подниматься в книгах, просто уже вопрос с тем, что не переборщено ли здесь это, как будто слишком уже много стекла получается, но как это автор все прописывает, для меня Анна Жейн в этом плане, конечно, супер, у нее это получается именно то, как надо, но вот почему-то именно здесь, именно конкретно в этой книге любовная линия для меня слабенькая, я сейчас нахожусь на 282-й странице, что касаемо рейтинга 18+, помимо каких-то вот этих вот 7 серьезных, которые здесь поднимаются, здесь, конечно, у нас есть страсть, такие пикантные моменты, и мне интересно было почитать, как это все Анна Джейн прописывает, конечно, здесь не было какой-то прям полноценной пока что постельной сцены, пока что не знаю, что будет дальше, но, конечно, мне хочется посмотреть, как это Анна Джейн пропишет, но в остальном какие-то пикантные моменты, они здесь интересные, потому что раньше у нее книги были только с рейтингом 16+, естественно, там не могло все зайти дальше, а здесь уже можно разгуляться, здесь видно, что Анна Джейн прям вот не стесняясь какие-то моменты вставляла, которые раньше в ее книгах я никогда не видела, сейчас я уже хочу чуть отдохнуть, хотя на самом деле я бы сегодня дочитала книгу, но я понимаю, что скорее всего меня здесь ждет стекло, причем такое стекло-стекло-стекло, что я сейчас как будто не готова к этому морально, я немного подустала, и лучше отдохнуть, и завтра уже с новыми силами не с вами дочитать эту книгу, закончить, завтра возможно что-нибудь с вами поинтереснее сделаю, может быть куда-нибудь сходим, и уже дочитаем с вами эту книгу, поэтому сейчас буду отдыхать, посмотрю возможно пару видео каких-нибудь на ютубе, может быть на бактюбе, и все, и пойду спать, поэтому увидимся с вами завтра утром, и будем дочитывать эту книгу, мне конечно интересно какие же у меня будут финальные впечатления, доброе утро, второй день наших чтений совместных, у меня снова булочка с вкусным кофе, за завтраком я уже сразу читала и пошла собираться, сегодня я решила прям нарядиться, сделать укладку, накрасить губы красной помадой, давно этого не делала, и было аж непривычно, локоны я делаю на стайлер, так меня некоторые спрашивали, и я обожаю вот этот вот момент, когда я их распускаю, получается такая красота, люблю более натуральный эффект, а здесь кадр, как мы с Емой делали превью, сегодня у меня настроение было прям так нарядиться, и в итоге я сделала превью, которое вы видели, появилась классная идея, вообще как-то этот влог дается легко, и у меня столько вдохновения появляется, наверное, это из-за того, что я отдохнула, я давно не снимала влоги, я поэтому соскучилась, и поэтому прям получаю огромное наслаждение от этого видео, надеюсь, что вы это чувствуете, что я прям вкладываю душу, хочу его как-нибудь еще красиво смонтировать, ну посмотрим, получится у меня это или нет, насчет книги, все, будем сегодня с вами ее дочитывать, вообще мы хотим Жене, о, знаете что, знаете что, я взяла свечку, спички, и забыла зажечь, так, какой-то спонтанно, вот знаете, я не снимала, все было спокойно, только Алина села снимать, все, позвонил курьер, принес мне посылку, Сема начала из-за этого гавкать, свечку я не забыла, точнее, зажечь, в общем, у меня сейчас какое-то вообще такое осеннее настроение, я почему-то хочу осень, я не знаю, почему, как-то, знаете, свитерочки, свечи, все, я это обожаю, и у меня есть свечка с запахом хижины Хагрида, и она пахнет прям вот тыквы, прям, ну такой осенний запах, такой уютный, поэтому давайте мы еще с вами зажжем, и все, и потом уже я буду рассказывать о книге, у меня сегодня будет красное настроение, а даже свечи красные, ну, какова красота, какова красота, оп, эстетика, все, красивенько, и поставим вот сюда, все, надымило здесь, так, о чем я говорила, вот, что мы с Женей собираемся, теперь еще Женя меня махает из двери, мы собираемся на пикник, в общем, надеюсь, у нас получится, вот, так что возьму с собой книгу, и будем там читать, пока почитаю чуть дома, мы соберемся и пойдем куда-нибудь, возьму пледик, посидим, пока еще не знаю куда, все вам покажу, поэтому ожидается такой интересный день, а еще пока мы собираемся, я вам обещала показать мою полку с книгами Анны Джейны, у меня, кстати, их две, вот это и вот это, я ее обожаю, здесь у меня разные подарочные издания, конечно, это выглядит, ну, волшебно, и как будто они идеально созданы для эту полку, что они вот так вот все поместились, у них вот такие вот срезы, и это чисто, конечно, такое коллекционное издание, и для меня это огромная память об Ане, а так, основная полка здесь у меня даже есть тот самый Игнат, главный герой книги запрети любить, вы представляете, так фокус не хочет ловиться на Игната, вот такой вот у нас здесь мужчина, у меня здесь Полина и Барса с книги Твое сердце будет разбито, Таня и Олег Владыка из восхитительной и влюбленной ведьмы, здесь мне тоже стоит подарочные издания, как раз таки ведьмы, здесь Твое сердце будет разбито, а там уже разные другие обычные издания, вот эти, конечно, самые-самые ценные экземпляры, знаете почему? Не потому, что это какое-то особенное издание, нет, здесь у меня автограф от Анны Чейн, и это, конечно, невозможно ценно, трогательно, я эти книги никогда никому не отдам, естественно, для меня это бесценные книги, в этой тоже у меня есть автограф пожелания от Ани, и еще у меня самое первое пожелание было в книге его фанатка, тогда мне Аня впервые отправила подарочек с этой книгой, и я, конечно, была на седьмом небе отчасти, а так, я Аню собираю давно, и помню, как же я искала вот эти вот разные издания, это первое, а нет, не первое, первое издание, в котором выпускалась Аня, это звезда Рунета, как раз таки, вот это вообще старенькие-старенькие книжки, которые я тоже искала, потому что их нигде не было, и Северная корона только вот не так давно начала переиздаваться в более вот таких вот изданиях обычных, а так, вот потом были вот такие издания, помню, как я их искала, как я их собирала, все это было сложно, тяжело найти, но я помню, как я каждый день заходила в Читай-город и выискивала все вот эти вот книги, настолько я любила книги Анны Джейн, и, конечно же, до сих пор люблю, несмотря на то, что запретили убить, мне не так сильно нравится, она, к сожалению, оказалась для меня разочарованием, но все равно Аня остается в моем сердце, я до сих пор буду всегда любить этого автора, вспоминать ее книги, и как-нибудь я хотела бы перечитать Ведьму, но мне кажется, что все равно те воспоминания, которые у меня с ней остались, они такими и будут, что книги мне понравятся, но читала я их уже давно, и вот зимой, может быть, получится перечитать, потому что вот в этой серии как раз присутствует зимняя атмосфера, атмосфера праздника, особенно по моим воспоминаниям, вроде бы вторая часть, такая вот новогодняя, и у меня есть обычное издание, вот такое, да, и даже сейчас вам давайте покажу, сколько у меня здесь стикеров, их здесь огромное количество, а еще у меня тут вот есть разные какие-то открыточки с разных мероприятий, постреча Анны Джейн, которую я, ну не то, что вела, я была одной из приглашенных гостей на это мероприятие, а еще здесь у меня куча разных открыток, тоже по книгам Анны Джейн, так, все начинает падать, это вот по Твоё сердце будет разбито, у меня по Восхитительные ведьмы вроде бы здесь есть, да, они красивые, очень такие, блестящие, в общем, верчи у меня много по книгам Анны Джейн, и еще вот здесь вот этот целый конверт, что ж такое-то, у меня все падает и падает, в общем, здесь у меня тоже куча-куча открыток, вы видите, да, но это самое горячее, что у меня есть, и она лежит самой первой, не знаю, что здесь делать палочка, которой я сегодня макияж делала, это отдельная история, еще здесь такие прекрасные закладки магнитные с персонажами, горжусь этой полкой, безумно ее люблю, конечно, все равно для меня это все очень-очень ценно, это все В общем, что мы в итоге решили? Мы в итоге приехали в торговый центр, мы решили, что это первый пикник за лето, да, сейчас уже август, но наш первый пикник, и правда сейчас уже время, на самом деле, 7 часов вечера, я не знаю вообще, успеем ли мы прийти в парк, чтобы я там почитала, но пикнику точно быть, и мы даже зашли в мак, взяли всяких вкусностей, мы давно не ели в маке, и как-то вообще так соскучились по этому, плюс у нас здесь открылась баблтишная, мы там взяли баблтишная, Я его уже пробовала, мне понравилось, так что будем наслаждаться прекрасным днём, сегодня прекрасное настроение, не знаю, вот опять же, получится у меня почитать на улице или нет, но в любом случае, дома мы с вами книгу обязательно дочитаем, а сейчас наслаждаемся этим прекрасным вечером Вот он, вот он, вот он, несёт, несёт наш напиток Вау, какая красота, божечки Вау Это всё сырная пенка? Всё сырная пенка Ой, как мило Класс Вот, смотри, прям сырная пенка Я в шоке, ребята, будем пробовать Перемещение Тихо Куда-то не туда перевернулся Всё, мы расположились, мы пришли в парк Посмотрите, что мы взяли Мы не удержались, это большие покупки из... Из макдоналдса Ой, вкус, да, вкусные точки Мы все же знаем, что у нас это макдоналдс Обалдеть О, май Я в последний раз Happy Meal покупала... Когда? Точнее, мне покупали родители, наверное, лет 5-6 назад Офигеть У нас у даже есть игрушечка Давай откроем Открывай Давай А я вот как раз Алине говорил, что Мне никогда не дарили макдоналдс Просто у меня, например, не было В моём городе А потом, когда появилась, я уже был взрослый Не было возможности А тут появился Вау Что это? Пабуган? Пабуган из детства Офигеть Или зублс У меня такие зублсы были в детстве Офигеть Гляньте, зубы какие Офигеть Ребят, гляньте Эх А чё? Как это делается? Ничего, у него, конечно, зубы у зайчика Да, может попробуем Ребят, тест на Анаджен Так, не точно правильно делаю? Какой-то зуб страшный Вот так Мне жалко его Жестокое обращение Он реально бьёт, прям избивает Офигеть Офигеть Смотрите Сейчас мы будем кушать Потому что мы пока дошли сюда Во-первых, уже почти потемнело Во-вторых, уже почти Ну, мне кажется, всё уже остыло Поэтому сейчас будем кушать Будем разогревать с помощью вот этой горячей книжки Да Я рассказывала, мы просто будем ставить еду сюда Она будет нагреваться А ещё, представляете, даже Женя с собой взял книжку Мою Дэмиан Я уже её читала Он мне сказал посоветовать что-нибудь Но он давно хотел её почитать Поэтому даже вот Женя взял себе эксклюзивную классику Это не вот Алина А вот тут, ребята Это когда ваша жена книжный блогер Всё Вы тоже будете читать Так что вот так вот мы тут сидим Уютненько Сейчас вам покажу У нас тут еда, напитки Поэтому сейчас будем кушать Ура Сказочно Просто сказочно Вообще там гирлянды На деревьях Очень красиво Женечка И у нас рядом тоже вот зажиглись Красота, конечно У нас ещё Бабл Ти осталось Нам очень понравилось, вкусный Кстати, впервые попробовала Бабл Ти с ши... С ширной С ширной шапочкой Я, кстати, впервые попробовала Бабл Ти с сырной шапочкой И очень вкусно Нам понравилось Напишите, пробовали ли вы Бабл Ти Как вам? Любите, не любите? И какой вкус вам понравился? Жду ваш ответ в комментариях Я тоже жду Мы приехали домой В итоге посидели ещё в кофейне Я там почитала Мне было не ловко читать в кофейне Потому что там дай кое происходило Я думаю, вы понимаете, да? Когда вы читаете о людных местах Книги 18+. Да Как будто все заглядывают себе в книгу Если думаешь, что кто-то за своим столиком смеётся Сто процентов Он прочитал страничку из твоей книги И смеётся над тобой У меня было, честно говоря, такое впечатление Но У меня осталось буквально 45 страниц И зная Анну Джейн Её книги Если это серия То, скорее всего, на последних страницах Будет происходить какая-то жесть Скорее всего Потому что так обычно всегда происходит И я решила, что всё Нужно срочно ехать домой Чтобы дома дочитывать эти страницы Я тем более эту книгу прочитываю вот так Вообще не замечаю, как пролетают страницы И я постепенно начинаю догадываться Что у нас здесь происходит в прологе У меня, по крайней мере, появились догадки того Что здесь вообще происходило Что за странная сцена, о которой я вам говорила в начале видео Я уже морально приготовилась К тому, что, скорее всего, меня здесь ждёт стекло Скорее всего, мне будет больно Да, я уже к этому готова И, кстати, вторая часть Будет уже называться «Разреши любить» И она выйдет зимой Нам уже даже анонсировали обложку Так что пожелайте мне удачи И я иду читать И совсем скоро к вам подключусь Когда дочитаю книгу Всё Я дочитала эту книгу И у меня, кстати, довольно много здесь стикеров Много разных моментов, которые я отмечала Но большинство моментов Это либо моменты, которые я хотела с вами обсудить Либо какие-то немного кринж-моменты Либо какие-то моменты, где поднимались реально классные темы И тут были классные фразы Такие прям цитаты классные, которые я отмечала Но насчёт концовки Я, на самом деле, как-то другого ожидала Немного другого поворота сюжета В итоге Ну, концовка такая смазанная И, конечно, всё закончилось так, что хочется сразу же взять вторую часть И узнать, что же там было на самом деле Но это, конечно, на самом деле жутко Жутко Книга закончилась, правда, жутко У меня опять же таки в голове возникает вопрос Не переборщила ли Анна Джейн здесь с разными поднятыми темами Как будто чересчур их здесь было много Я сразу вспомнила книгу «Девушка из песни Эмма Скотт» Где мне также не понравилось, что автор прям видно было Что давила на читателя прям различными темами Чтобы хоть какой-то темой его зацепить И максимально много добавляла каких-то вот таких вот стеклянных моментов И ты уже немного от них устаёшь Но, несмотря на это, все эти моменты были прописаны здорово Именно эти моменты меня трогали до глубины души Именно из-за этих моментов для меня книга оказалась более яркой, что ли Более какой-то, над которой можно поразмыслить Потому что если в плане любовной линии брать Это, к сожалению, оказалось не моё Это не моя история Я не впечатлилась ей Именно любовной линией К сожалению, как будто это прошло мимо меня Опять же таки были моменты Где какие-то такие вот искры пролетали между героями И, конечно, ты испытываешь какой-то интерес Но потом это всё утыкается либо в супер клишированный момент Либо в момент, который мне вообще не нравится, как описан был Либо это всё утыкается в то, что ты понимаешь, что как бы А откуда у них вообще любовь-то взялась, алё? Как вы поняли, к сожалению, мои такие вот страхи в начале видео частично оправдались Я не могу сказать, что это супер провальная книга Но, к сожалению, это казалось не моим Если так говорить, я, наверное, бы ей поставила 2,5 из 5 балла И мне кажется, этот роман понравится тем, кто ещё не устал от каких-то шаблонных моментов Если вы читали немного романов в своей жизни То, скорее всего, этот роман вас действительно зацепит Вы будете переживать за героев Я понимаю, кому может понравиться эта книга И если бы я сама прочитала бы её лет в 16 Хоть здесь ограничения 18 плюс Ну, как понятно это дело, в 16 лет уже можно читать То, наверное, эта книга, конечно, мне впечатлила больше Но сейчас, с того, что у меня достаточно большой читательский опыт Я книжный блогер, я читала множество историй о любви И все шаблонные моменты Здесь было так много, я уже читала не раз И я от этого чисто устала И когда я видела что-то подобное Меня это, честно говоря, разочаровывало очень сильно И если бы здесь была действительно сильная любовная линия Если бы прям видно было, что герои так вот соприкоснулись И вот прям видно было, как это зарождалась любовь Как она появлялась И какие-то не такие шаблонные моменты в сюжете Тогда бы это действительно был суперкрутым романом для меня Которого я осталась в полнейшем восторге Но сейчас, к сожалению, для меня это не то, что я хотела получить Не то, что я ожидала Но продолжение я сто процентов читать буду Потому что мне интересно, как же автор там все закончила Сколько я знаю, вторая часть не была до конца написана И меня это как-то немного пугает Там какие-то вроде обрывки будут В общем, я точно сказать не знаю Будем ждать, будем смотреть, что там будет по итогу Надеюсь, что хотя бы хоть какой-то финал во второй части мы увидим В любом случае, я еще раз хочу сказать Что для меня Анна Джейн также остается любимым автором Я также люблю ее книги Просто вот это казалось не моей Не моей историей Я ждала чего-то от нее большего Теперь, я думаю, нам нужно устроить с вами какие-нибудь чтения Совместные, возможно, чтения на бусте С восхитительной и влюбленной ведьмой Прям зимой устроить такие совместные чтения Мне кажется, это интересная идея, как вам Если, кстати, вы читали эту книгу То напишите ваши впечатления Только обязательно без спойлеров Мне будет интересно почитать А вы читайте больше Получайте удовольствие от каждой страницы И мы увидимся с вами уже в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok